Эй, уважаемые друзья, здравствуйте всем, с вами Маклаксон, ребятушки, и добро пожаловать на новую серию по игрушечке TransSiberian Railway Simulator. Дорогие друзья, я продолжаю жестко потеть, сидеть в лютой жаре и снимать для вас видосики по этой игрушечке, где у нас зима, холод и Сибирь. Вот бы мне сейчас то же самое. Записываю эту серию практически сразу после предыдущей, в силу некоторых обстоятельств, но это не важно, друзья. В общем-то, нас сегодня ждет с вами кое-что очень интересное, поэтому всем желаю приятного просмотра, возможно, кому-то приятного аппетита. Друзья, не забывайте поддержать серию вашим лайком, пожалуйста, и подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Все, поехали, будем начинать. Итак, друзья, некогда объяснять, сюда на всех парах летит поезд, который сейчас немножко... Ха-ха-ха, блядь! Зачем я встал так близко? Я не знал, что это так опасно. Не, музон-то качает. Так, друзья, ладно. Не получилось с первого раза, получится со второго. Ладно, друзья, давайте так, сразу напоминаю вам. В прошлой серии мы с вами приехали на станцию Машкова. Прицепили там вагоны. Теперь мы с ними дальше поехали. Забрали у Максима какого-то мины. И установили их на ЖД-путях. Собственно, для того, чтобы подорвать сейчас вот этот электровоз. Ебануться! Охренеть! Охренеть, друзья! Стойте, блядь, вагон! Ха-ха-ха! А-а-а, ебать! Короче, наша с вами задача была, представляете, подорвать поезд, который везет наркотики. Вагоны укатились, мать его, вообще куда-то вперед. Мне сейчас нужно проехать стрелку, переключить ее, сдать задом, прицепить эти вагоны к моим вагонам и поехать с ними дальше. Это, конечно, это просто, это, блядь... Я в шоке от этой игры все больше с каждой серией, друзья. Сначала все начиналось, знаете, так, достаточно лайтово. Нас с вами не хотели сразу ошарашивать по полной. Все начиналось достаточно, друзья, простенько. Это там, знаете, там, закупиться оружием, закупиться водочкой, побухать, типа такого. Что там, ну, просто покататься, потом нам немножко показали, как здесь, собственно, ну, типа ремонтироваться, да. То есть, такие, ребят, простые достаточно вещи. Но с каждой серией эта игра принимает просто новый облик. Она набирает обороты. Так, хорошо. Рукоятка вперед. Газу, газу до отказу. Тормоза все отпущены. Ну, все, друзья, проезжаем стрелку. После этого переключаем ее, сдаем... Сдаем задом. И прицепляем вагоны с наркотиками. Да. Это, друзья, полная жесть. То на нас нападал медведь, то, блин... Да что, что ждет впереди теперь, страшно представить, ребят. А ведь это мне еще даже ни разу не пригодилось... Не пригодился мой калашников и токарев, которые я купил. А ведь они тоже наверняка мне однажды пригодятся. Что тогда будет страшно представить. Так, давайте смотреть, когда мы проедем эту стрелочку. Так, мы везем... Ну, не знаю, возможно, это правда. Возможно, мы правда везем зерно. Вряд ли у нас тоже наркотики погружены. Вот, собственно, все, ребят. Сейчас проезжаем стрелочку вот эту. Думаю, что уже можно начинать тормозить. Потому что поезд тормозит не моментально. Убираем газ. Рабочий торможень 3 давайте поставим. Все. В принципе, думаю, что мы как раз проехали ее, да? Да, да, ребят. Идеально, идеально. Все, проехали стрелку. Полностью остановились. Тормоза давайте. Немножко зарядим в обслуживание. Так, все. Сейчас поедем сзадом. Можно сразу включить задний ход. А, и давайте, друзья, знаете, как сделаем. Задний ход и газ на единичку. Все, быстро. Моя задача успеть... Успеть переключить стрелку, пока поезд до нее не доехал. А, или подожди. А он не едет, да? Я так понимаю. А, нет, ребят, он потихонечку едет. Все. Отбой тревоги. Я думал, что мощности в одну единицу газа ему недостаточно. Хорошо. Ему достаточно. Слушайте, у меня вопрос. А как так получается, что, типа, смотрите, то есть у нас с вами именно электровоз сам взорвался и подлетел, но при этом ни один вагон не сошел с рельсов. Они все идеально остались на путях. И при этом они даже немножечко в горку закатились. А обратно, то есть они не хотят, да, скатиться? Ничего, что там горочка, как бы. И никто их теперь не держит. И они ни на тормозах, ни на каких. Могли бы. Могли бы и скатиться немножко, знаете ли. Чтобы мне за ними так далеко не ехать, могли бы немножко сами скатиться назад. Но они не хотят. Поэтому, друзья, ладно. Придется ехать за ними самостоятельно. Так, я немножко неправильно делаю, что двери оставляю, потому что поезд у нас остывает. Но ничего, справимся. Все, давайте добавляем газу, потому что нам с вами сейчас ехать. И ехать прямо назад. Полетели ускоряться. Кстати, только недавно, ребята, узнал, что, оказывается, в свободной камере можно выбирать скорость полета вот на колесико мыши. Это так, на всякий случай, если кто-то тоже будет в эту игру играть или играет, и этот лайфхак не знает. Просто справа сверху, оказывается, ребят, все было написано. Я как-то не додумывался раньше, знаете, посмотреть, обратить на это внимание. Ну что же, друзья. Я надеюсь, что там никакой поезд сейчас навстречу не поедет. И вообще, знаете, мы с вами так опасно расположились тут. Не, ну вы посмотрите, блядь, на это просто валяется электровоз. Мы здесь что-то едем по встречке с задом. Это, ребят, просто жесть. Не дай бог кто-то поедет сейчас навстречу. Кстати говоря, такое ощущение, что, ребята, можно уже начинать притормаживать. Вам так не кажется? Мне так кажется. Давайте рабочее торможение 2. Нет, рабочее торможение 1. Потому что достаточно быстро тормозим. Так. Мы просто его подвинули. Ой, ребята, кстати, тихо-тихо, достаточно быстро приближаемся. Давайте тормозить. Так, тихо. Так. Все, тихо-тихо-тихо. Стоп-стоп-стоп. На троечку. Пускаем немножко. Сейчас, ребят, очень много процессов одновременно контролирую. Чтобы скорость была около 5 км в час. Так, все, тихо. Я думаю, это можно отпустить. Что мы там еще не прицепили? Уже должны были. А, нет, еще, друзья, еще не прицепили. Опа, опа, давай, давай. Делай, делай, бля. Еее. Все, друзья, теперь это наши вагоны. Отправляйся на станцию Машкова и передай вагоны с наркотиками нашим людям. Ты встретишь их по дороге. Они ждут товаров в укромном месте. Стоп. Машкова? Эй, я ж только оттуда. Вы че? Блядь, вы серьезно? Подождите, то есть мне сейчас обратно ехать? Серьезно? Вот сейчас, друзья, вот сейчас мне главное все правильно понять. Так, стоп, я сохранился. Да, все, я сохранился, друзья. Сейчас мне главное все правильно понять. Смотрите, мы с вами в прошлой серии выехали со станции Машкова. Я правильно понимаю? Мы только в прошлой серии оттуда выехали. И едем сейчас на станцию Сокур. Но нам сказали увезти вагоны на станцию Машкова. Давайте еще раз послушаем. Отправляйся на станцию Машкова и передай вагоны с наркотиками нашим людям. Ты встретишь их по дороге. Они ждут товаров в укромном месте. Ага. Так, ну то есть вряд ли нам нужно доезжать прямо до станции, потому что он сказал, что я встречу их по дороге. Возможно, сейчас немножечко нужно проехать назад, и я где-то их там встречу. Ну ладно, че? Выбора нету, друзья. Выбора нету. Придется ехать, смотреть. Это просто жесть. Электровозики ваяются тут. О, непроработанные. Кстати, смотрите. Ммм, прикольно. Я могу полетать внутри. Да уж, да уж. Ладно. Не, в целом мы, конечно, с вами едем по своей полосе. Просто делаем это задом. А так, в целом, все остальное в норме. А где наркотики-то? Я вижу только уголь. Скорее всего, они где-то спрятаны в горах с углем, да, внутри. Внутри спрятаны. Хорошо, интересно, насколько далеко ехать, потому что я не так далеко отъехал от Машкова. Вот это было буквально... Я не знаю, друзья, ну это... Пару километров я, наверное, проехал по прямой. И все. И вот произошло вот это самое место. Хорошо. Давайте. Не будем стесняться. Мощности побольше. И полный... Сказал бы я вперед, но полный назад. Полный назад. Итак. Я думаю, что здесь нужно, ребят, перемещаться в режиме вот этом. С этой камерой, потому что мне нужно следить за тем, что здесь вообще происходит. Ну, пока едем. Пока едем мы, слава богу. Блин, слушайте, за такое задание, я считаю, заплатить мне нужно уже реально хороших денег прям. Прям очень хороших денег за такое мне нужно заплатить. Так, здесь у нас деревушечка. В принципе, ничего интересного я не наблюдаю. Ребят, знаете, вот отсюда видок такой, как будто бы я... Я не знаю, вы когда-нибудь смотрели на ютубе такие видосики, как люди там по Америке. Ну, конечно, по России тоже такое есть. В Америке много такого практикуют. Типа путешествия на поездах. То есть люди залазят без поля вот в такие грузовые товарники большие. И катаются по всей стране там. По всем штатам, можно так сказать. Выглядит очень вайбово, блин. Я бы тоже, на самом деле, так хотел. Но мечты, мечты. Так что, давайте возвращаемся в кабину. Посмотрим, что по скорости. Скорость приближается к 40 километрам в час. В принципе, нормально. Так мы и с вами и останемся, я думаю. Эх, от Сокура отдаляемся. Обидно, конечно. Я ведь только ехал туда. А, стоп, 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 стоп. Кажется, что-то... А-а-а-а. Э, стоп. Стоп, друзья! Друзья! Сука! Я дебил! Я дебил, друзья! Ой, блядь! Справа, сверху, где у нас все расстояния с вами даны... Не надо... Стой! Не надо мне допускать только приемники. Фу, блин. Короче, друзья, справа, где у нас даны расстояния, написано, зона отцепления вагонов с наркотиками 5,3 километра. А я уехал оттуда. Черт. О! Я ж сохранялся. Я ж сохранялся. Другое дело, друзья. Фух. Вот. Вот почему надо иногда сохраняться. Реально, это очень полезно. Короче, я поехал не в ту сторону. Но, извините, я как понял, мне сказали ехать в Машково, блядь. Я и поехал туда, вы чё? Сука, а ну сзади меня, вы угораете, блин. Впереди сокур. Ну, чё-то наёбка. Наёбка, друзья. Хорошо. Давайте полный газ. Полный вперёд. А, тихо, блядь, назад едем. Не туда, не туда. Мне в обратную сторону. Обслуживание. Всё. Вот так. На восьмёрочку. Ну, всё. Уж теперь-то, я надеюсь, всё правильно будет. Ой, господи. Так, ладно. Электровоз у нас исчез. После загрузки, сохранения. Всё, вагоны, ребята, прицеплены. Все мы едем. Хорошо, можно выходить из этой камеры. Должны мы сейчас вернуться обратно на наши пути. Стрелка же вряд ли слетела, я надеюсь. А то сейчас ещё её придётся, блин, выходить, переключать, опять сдавать назад, короче. Надеюсь, что всё в порядке. Давайте. Так, понемножку набираем скорость. Ну всё, вот теперь другое дело, друзья. Зона оцепления вагонов с наркотиками 4 километра прямо по курсу. Ещё у нас какой-то магазин в 900 метрах. Ну, это мне, честно говоря, не надо. Это меня не интересует. Меня интересует морковка и молоко. О, потому что их бы я перекусил. Да. Выпиваем молочко. Давайте, давайте. Оп. Супер. Так, и я бы ещё что-нибудь перекусил. Давайте пшеничный хлеб. Чё у нас? Еды много. Всё, отлично, друзья. Покушали. Немножечко утолили голод. Всё, отлично. Мы вернулись на свои пути. Просто отлично, друзья. Всё. Тогда мы сейчас смело отправляемся по полной прямой до зоны оцепления вагонов с наркотиками 4 километра, друзья. Вряд ли до этого момента произойдёт что-то интересное. Поэтому давайте этот моментик для вас я, ребята, пропущу, чтобы вам не было скучно. Всё, я поехал. Скоро увидимся. Так, друзья. Мы с вами проезжаем какую-то станцию и магазин. Но у меня не было распоряжения здесь останавливаться. И необходимости делать это. Поэтому я не стал останавливаться, друзья. Надеюсь, что это правильное решение. Слушайте, блин, здесь, смотрите, в этой игре же есть ещё охота. И смотрите, здесь ходят олени. То есть, по идее, я бы мог выйти, пострелять их, попродавать их мясо. Я видел сейчас медведя ещё одного. И наверняка где-то там в лесу ещё можно встретить медведя. Ну ладно, друзья, уже ладно, пофигу, не будем тратить на это время. У нас с вами и так, дорога предстоит ещё достаточно длинная, тяжёлая, суровая. Поэтому мы с вами просто двигаемся вперёд. Так, у нас с вами опасный участок. Но мы едем меньше сорока. У меня всё под контролем, поэтому нормально. До зоны отцепления вагонов остаётся два с половиной километра всего лишь. Сейчас быстренько уже до тут докатимся. Я думаю, всё будет хорошо. Так, слушайте, давайте-ка мы бахнем... Эй, стоп. Бахнем пивка. Что это такое? Похмелье растёт. Друзья, другое дело. Вот это другое дело. Всё, убираем, убираем. Так, всё, 2,3 километра, друзья. Скоро, скоро, прям вот-вот доедем. Так, чё, чё? Чё я могу сделать ещё такого? В принципе, ничего. Скорость под контролем. Так, едет навстречу поезд. Ну, только приёмники нам опускать не нужно. Нам не говорили об этом. Знаков соответствующих не было. О, ебать, это чё, волк там, что ли? Друзья, реально, волк. Охренеть. А? Он чё, лёг? Отдохнуть или он умер? Ребят, вы это видели? Он прилёг отдохнуть или он помер? Интересный вопрос, конечно, блин. Так, ладно. Волчара. Подозрительный. Я думал, тут только медведи и лоси. Ой, эти олени. А тут, чё, кажется, волки присутствуют. Так, хорошо. Флора и фауна тоже у нас с вами расширяются по мере прохождения данной игрушечки. Ха-рошо. Так, тормоза в порядке, ребята. Давление, давляк в порядке. Скорость в порядке. Остаётся всего полтора километра. Вот она у нас уже, ребята, это зона отцепления вагонов. Собственно, туда мы с вами сейчас и тулим. Мы тулим на тусовку. Можно немножечко прибавить газа, потому что нам позволяет разрешённую скорость. Вот, быстрее доберёмся как раз. Правильно. Слушайте, чё-то достаточно много магазинов на моём пути встречается. Вот мы только-только проехали магазин на какой-то станции. Вот ещё один магазин, ребята. Куда столько? Не знаю. Куда столько реально? У меня, конечно... Нет, у меня даже деньги-то... Денег уже маловато осталось. Куда так часто магазины я... Тем более не знаю, ребята. О, вот ещё целая куча животных. Олени ходят. Смотрите, красавчики какие. Так, ребята, всё. Я думаю, пора... Понемножку тормозить. У нас с вами скоро стрелка. Зона отцепления. Сейчас надо будет разобраться, куда ехать. Где цепляться. Давайте на всякий случай сохранимся. Я думаю, стоит делать это почаще в этой игре. Всё, отлично. Так, люди, осторожно. Под колёса не бросаемся. Я вам сигналю о том, что я здесь на всякий случай. Я надеюсь, что, ребята, эту стрелку мне проехать нужно. И не трогать её. Блядь, походу мне надо её трогать, да? Куда я сейчас поеду? Сука, ну так и знал. Ну так и знал, друзья. Ну я так и знал. Блин. Ёкарный бабай. Всё не слава богу у меня. Нет, давайте так, друзья. Мы с вами лучше. Вот так сделаем ещё раз. Всё. И всё будет нормально у нас. Всё будет нормально. Кстати, я сохранился на ходу. Игра загрузится тоже на ходу? О! Тут нежданчик, конечно. Вот, другое дело, друзья. Можем с вами начать тормозить заранее. Зато до стрелочки как раз практически успеем. Да. И надо будет обязательно тормоза подзарядить. Потому что сейчас я всё давление из них нахрен высажу просто. О! Мы даже, кстати, успеваем, возможно. Нет, мы не успеваем. Ну ничего, немножечко совсем переедем. Здорово, здорово, братан. Как видишь, у меня тут экстренное торможение. Немножко не подрассчитал. Ну, бывает. С кем не бывает, друзья. С кем не бывает. Так, всё. Тормозить не можем. Надо давление вернуть. Быстрее, быстрее, быстрее. Тормозим. По-новой. Да, экстренное торможение очень жёстко жрёт, ребята. Давление наше. Всё. Наконец-то. Обратно заряжаем. Так, обслуживание. Давайте задний ход и вперёд с песней. Точнее, назад из песней. Ладно, друзья, давайте сейчас быстренько сдаём назад. Переводим стрелочку. И едем отцеплять вагончики. Так, друзья. Я уже на нужном пути. И, как видите, почти остановился. Ну, точнее, уже на пути к этому. Вижу, стоят уже какие-то кенты, меня караулят. Походу. Походу, это вот... Они мне сейчас должны заплатить за мою работу. Я очень на это надеюсь, конечно же. Ну, вот, очень надеюсь на то, что они мне заплатят. Мне, конечно, интересно. Мне сказали, давай там, едь это, выгружай там. Тебя будут ждать в укромном месте. Тем временем, укромное место, блядь. Около какой-то станции. Вообще, нихрена не укромное место, на самом деле. Ну, понятно, в общем. В общем, и в целом-то понятно. Ладно, я на всякий случай, ребят, сейчас до победного доезжаю до конца. Потому что точно вагоны там сейчас все у меня влезли. Всё, и можно спокойно оттормаживаться. Заряжаем сразу в тормозуле. Обслуживание. И вылетаем. Рассыпляться. Так, всё. Полетели, полетели. Ну, естественно, вот эти четыре... Или сколько там? Раз, два, три, четыре... А, шесть. Шесть вагонов. Это мы везём на станцию Сокур. Это наша обычная работа. Это наша, скажем так... Ну, как сказать... Legal life. Легальная жизнь. Всё, ребят, забудьте, что я хотел сказать. Я сам немножко запутался уже в своих показаниях. Короче, тут у нас наша чистая жизнь. Тут у нас криминал начинается. Поэтому их мы разделяем между собой. 500 баксов! Вот это я, друзья, понимаю. Вот теперь я понимаю, ради чего я потел реально. В прямом, кстати, смысле. Прямо жёстко вообще вспотел. Всё. Твоя точность, наша сила. Отличная работа. Твоя точность, наша сила. Следующее задание не постой. Но цель есть наука сутенеров из Девшинской группировки. Эти сутенеры сильно мешают нашему бизнесу. Наш курьер Виталий доставит тебе оружие и боеприпасы. Так, вот это уже интересно, ребята. Теперь у нас задание не просто что-то где-то отвезти, кому-то передать, продать, кого-то обмануть, а убить. Походу, пришло время для вот этого господина. Похоже, теперь, ребята, это мне пригодится. Кстати говоря, здорово, мужики, бля, а чё? Пришло время доставить товар. Ожидание этого момента было суровым испытанием на выносливость. Но я прекрасно знаю, что оно того стоило. Эта доставка открывает путь к нашей власти и влиянию. Ага. Короче, вы просто, да, так сказать, товар принять. Не, ну ладно, без проблем. Слушайте, ребята, надо обязательно сохраниться. Слушайте, мне просто интересно. Мне просто интересно, чисто в теории, что будет, если я начну в них шмалять. Проверим? Ха-ха. Как думаете, проверим? Давайте попробуем. Ебать! У меня слов нету. О-хе-реть. Бля, ребята, это прям вообще охереть. Ну, блядь, ну... Не, ну тут надо комментировать вообще. Ну всё проработано. Вот в этой машине, которая, казалось бы, стоит вообще нахрен тут просто как обычная декорация и то. Она может взорваться. У неё могут выбиться стёкла, могут отлететь двери. Чуваки стояли все со стволами на готове. Смотрите, прикольно. Кровь, видно всё такое. Ранение. Они меня, между прочим, чуть не грохнули. У меня, видите, болезнь жёстко возросла. Тачка ещё горит. 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 Бля, друзья, это очень классно. Это очень классно. Я думаю, впереди, когда мы будем кого-то убивать. Блядь, потому что всё главное не сохранится. Я это будет вообще г-г-г. Так, сохранится. Ой, блядь, загрузится. Да. Я думаю, ребят, когда мы доберёмся до момента, где нам нужно будет кого-то убить, нас ждут реально эпичные замесы. Поскорее бы добраться до этого момента. Мужики, всё. Приснилось? Забыли? Забыли все обиды? Ничего не было? Вот. Спасибо за, так сказать, ваш труд. И вы скажите мне спасибо за мой труд, пожалуйста. Всё. А я отправляюсь, друзья, выполнять свою работу. И доставлять вагоны на станцию Сокур. Вот. А также, друзья, нам, смотрите, с вами новое задание появилось. Получить оружие и боеприпасы у Виталия. Ну, на самом деле, я не знаю, зачем мне это надо. У меня есть боеприпасы и оружие. Ну, ладно, если они мне хотят их вручить, я против не буду. Так. Сейчас главное ничего не пролететь. Так. У-у-у-у-у-у. Чтобы это расстояние прокатиться. А, давай, давай, быстрее, пожалуйста. Давай, 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 давай. Набирай скорость, братишка. Нормально, нормально. Всё. Успели, ребят. Сорокет практически набрали. Отлично. Ну, всё, друзья. Давайте я тогда... Как раз вот всё, смотрите. Опустите только приёмники. Раз. Два. Всё, ребят. Супер. Всё, давайте. Я потихонечку, ребят, покатился в сторону Сокура. 6,8 километров. Если что-то сейчас по пути меня кто-то где-то попросит, возможно, Виталя будет где-то по пути стоять. Конечно же, я выйду на связь, ребята. Всё, пока что я поехал. Увидимся с вами немножечко позже. Ну что, друзья. Вот я и доехал практически до Сокура. В общем, что. Эти 4,5 километра были достаточно напряжённые. Потому что очень много было участков, где нужно отключить электричество. Раза три, наверное, я опускал только приёмники. Короче, вот такой вот, ребята, странный участок. То есть я только успевал, ребята, опустить только приёмники. Включить потом обратно питание. Эти БВшки, КВСки отпустить, чтобы двигатели по-новому перезагрузить. Короче, всё. Теперь мы с вами, наконец-то, доехали практически. Сейчас будем отцеплять скоро вагончики. У нас там стрелочка. Всё, как всегда. Ну-ка, мужик. Дурак, что ли, говорит? Так смешно пугать этих засранцев маленьких. Ладно, давайте. Всё, газ убираем, ребята. Сейчас уже нужно начинать тормозить понемножку. Потому что скоро у нас стрелка. Вот. Нам нужно будет её с вами переключить. Переключить нужно будет эту стрелку. Вот. И оцепить вагоны. А ещё, кстати говоря, вот у нас с вами задание, собственно, получить оружие и боеприпасы у Виталия для того, чтобы там убить кого-то, каких-то сутенёров из дежинской группировки. У меня вопрос следующего плана. Собственно, а где этот Виталий находится? Мне никто не сказал. Я сейчас, ребята, переслушал то, что он мне сказал. Он просто сказал, что наш курьер Виталий доставит тебе оружие и боеприпасы. Доставит куда? Куда? Домой ко мне, блядь? Ничего, что я в рейсе тут. Куда он мне их доставит? Вот в чём вопрос. Где я должен его искать, мне не сказали. Надеюсь, что он где-то здесь, на станции Сокур. Сейчас, ребят, после того, как я отцеплю вагоны, пойду искать его. Зайду, конечно же, в вокзал обязательно. Вот. И мы его с вами поищем. Остановились. И, кстати, я, знаете, что, ребята, вспомнил? Хорошо, что я сейчас это вспомнил. Пока я ехал, я отключил отопление. А вот теперь можно снова включить. К сожалению, за моей веб-камерой скрыта температура. Вы её не видите. Но в салоне обычно держится 20 градусов. Я подумал, а что эти обогреватели у нас вечно шпарят без остановки. Из-за этого они у меня и сломались так быстро, мне кажется. Поэтому я отключил отопление. Они у меня достаточно долго были выключены. И только сейчас, вот, 2 градуса в салоне, я включил их обратно. В принципе, нормально. Я не успел замёрзнуть. Знаете, мне кажется, можно их чаще отключать. То есть, смотрите, пока у нас нет гипотермии, всё хорошо. Иначе, реально, слишком часто мне придётся их менять. Так, всё. Я перевёл стрелку. Я готов ехать снова вперёд. Вот зона отцепления вагонов у нас 400 метров. Друзья, всё, погнали туда отцеплять вагончики. Итак, итак, давай-давай-давай-давай, тихо-тихо тормозим, друзья. И укладываемся прям ровненько в нашу территорию. Давайте напоследок вообще аварийный ебём вот так, чтобы наверняка остановиться. Всё, хо-хо, нормально. Всё, все вагоны у нас в заданной зоне. Возвращаем обратно, значит, тормозам давление. Так, отцепляем вагоны и посмотрим, сколько нам дадут за это денег. За все доставки вагонов до этого мне давали по 100 долларов. Но на этот раз мы ехали дальше всего пока что. Можно было бы заплатить и побольше. Нихера. Также, ребята, всего лишь 100 баксов. Ну, что ж, ладно. Зато мы с вами вернули все деньги. У нас с вами снова косарь, как и в самом начале. Вагоны до станции Машкова готовы к отправке. Они стоят на станции Майский на боковом железнодорожном пути. Майский? Слушайте, а вот такого что-то я даже не знаю. Ну, ладно, посмотрим, посмотрим. Так, то есть они не на этой станции, хорошо я понял. Отсюда мы поедем свободными. Угу. Так, друзья. Смотрите. Смотрите, смотрите. В общем, я что думаю? Нам нужно с вами... Отключить, я думаю, пока что полностью питание. Вот. Чтобы детали тут не изнашивались сильно. Вот. А мы с вами пока уходим отсюда, правильно? Во-первых, мы сохраняемся после успешного выполнения задания. Вот. И бежим с вами теперь до... Так, ну подождите. У нас здесь магазин. А-а-а. Подождите, друзья. Подождите. Черт. Я-то думал, здесь можно будет прямо на станцию зайти. А, но нет, ребята, нельзя. Это такая промежуточная станция. То есть здесь вокзала нету. Зайти нам особо некуда. Поэтому... Поэтому, к сожалению, все, что здесь есть, это... Вот. Магазин. Бля, прикольно. Вы посмотрите. Тут даже вот проработаны улочки на станциях. Просто. Казалось бы, приехал, разгрузил вагоны и поехал дальше. Зачем тут вообще? Надо вот это вот шариться, да? Но нет, друзья, здесь взяли и проработали. Дома поставили. Деревья посадили. Машины поставили. Прикольно, прикольно. Давайте заглянем в магазин, что здесь интересного. Это, ребята, первый магазин, который у нас, кстати говоря, не уличный, а в здании, в помещении. Это прям ничего себе. Да уж. Ходите что-то купить. Здравствуйте. А Виталия среди вас нет, случайно? Мне нужен Виталий. Вообще, я бы купил, кстати говоря, пивка. Раз, два, три, четыре, пять. Давайте вот так пять бутылочек возьмем. Хотя, ладно, пока не будем ни пить, ни есть. Ну, в принципе, обычный магаз. Че? Ты не Виталия? Ты не Виталия. Это... Это печально. Придется нам ехать, значит, до станции Майский. Да. К сожалению, нам так и не сказали, где этот Виталий находится. Ну, да ладно, друзья. Зря электровоз глушил, получается. Друзья, я думаю, что мы, наверное, с вами на этом моменте будем заканчивать тогда серийку по игрушке Trans-Siberian Railway Simulator. Надеюсь, что вам понравилось. В следующей серии мы с вами отправимся дальше. В наше путешествие. Снова цеплять вагоны. Снова разборки с мафией. И, возможно, уже в следующей серии нас ждет вот эта перестрелка, там ликвидация каких-то сутенеров, где мы, возможно, воспользуемся калашами. Но это не точно. Посмотрим. Поэтому, друзья, на этом все. Надеюсь, что вам понравилось. Если это так, обязательно поддержите серийку вашим лайком. Оформите подписочку на канал, если вы здесь впервые. С вами был я, Маклаксон. Всем большого удачи, хорошего настроения и увидимся с вами, ребята, в новых видео. Всем пока!